И что касается лидерства и наставничества, именно в этом ключе, в ключе распространения сознания Кришны по всему миру, каждый преданный является потенциальным лидером, потому что он знает, куда идёт, он знает, что его ждёт в конце пути этого. Он находится под защитой, то есть у него есть руководство, поэтому он и является лидером, то есть у него есть лидерское руководство. И он, по сути дела, является ребёнком своего отца, соответственно, в нём есть эти качества отцовские, может быть, они ещё не проявлены сильно, есть некая незрелость. Ну, если сравнивать его с материальным миром, сам, как Бурмахараш сказал, что мы можем с любым учёным спокойно разговаривать, и взять самого учёного человека в мире, и самого падшего бакту, тамагунного. И он даже спросон, если его разбудить, он любого учёного, просто уложенного так, и так, пару шлоками просто. И лидерство подразумевает так же, что мы пытаемся общаться с лидерами, мы хотим научиться чему-то. Параллельно, конечно же, мы будем учить, потому что наше движение, оно браманическое, руководство говорит, мы должны давать людям знания, для чего это движение создано, людям не хватает только знаний и всё. Всё остальное для жизни, для счастья, для чувства наслаждения уже есть, нужно только знание, всё. И поэтому, по определению, каждый преданный, если он говорит о Боге, о Кришне, в принципах об этих он является гуру, учителем. Это значит, что он наставник, наставляет нам путь правильный, скажем так. Один из моментов ключевых для санквертанщиков, непосредственно, те, кто распространяет книги, если они хотят получать больше, ну скажем так, экстаза, блаженства, да, и также больше приносить пользу и своему развитию, и развитию непосредственно миссии, удовлетворять гуру Кришну, ему нужно идти общаться прямо непосредственно с лидерами. Бояться заходить в места, где есть группу людей, и всегда в любой группе будет лидер. Можно ходить в магазины, можно ходить в офисы, можно ходить в какие-то организации, даже в госструктуры, можно выходить, не бояться, и давать общение. Это если кто-то хочет непосредственного экстаза такого. Сначала будут, конечно же, какие-то испытания. Ум будет говорить, не нужно, это не для тебя, не спор, на улице, он тебя никто не заставлял, и так далее. Но, опять же, что мы хотим? Что мы сами хотим? Говорится, если вы одного лидера заинтересуете сознанием Кришны, он заинтересует всю свою компанию. Одного человека. Как мой друг Кришна Миша рассказал мне историю недавно, он зашел в одно предприятие, тоже как госструктура, он подошел к директору и сказал, «Вот у меня есть книги, и я бы хотел распространить вам он говорит, а сколько у тебя книг?» Он говорит, две тысячи комплектов. Он такой человек, бесстрашный, и авантюрист. Очень такой необычный. Но он правду сказал, ну, в то время это было где-то начало девяностых, тогда еще не было там всех Бхагава там. Ну, где-то там в общей сложности, первая, вторая, третья, по-моему, четвертая песня были уже. И были там Бхагава Гиха, Нектор преданности, и наука самосознания, и в точек вечного наслаждения, и еще какие-то брошюрки там разные. Их набиралось где-то по 15, примерно 16. И вот таких комплектов было 2000. Они вагонами прям, контейнерами прям, какими-то они. Так вот они распространялись в то время. Такой энтузиазм был, решимость такая бывает. Ну, вот они вот как раз вот в этом духе, и вот заходили в разные комбинаты, фабрики там, совсем не боялись ничего. Перевозили огромное количество книг бесплатно. На самолетах даже. Просто проповедовали пилотам. Да, проповедовали всяким там капитанам кораблей, если надо было где-то по реке спустить до океана, там еще что-нибудь, где-то вот там, в тех местах. И все это, и не платили ни копейки. Просто распространяли книги, и все за книги это все дело. Хотя денег было очень много. Но они вот так берегли деньги, они говорили, это добеси, важнее. И вот так, ну, лично дал разум, силы, и вот так они распространялись. И вот этот человек, который услышал такую цифру, 2000 комплектов, он говорит, ну, классно, у нас как раз примерно 2000 библиотек в нашем регионе, вот каждому по комплекту распространим. И он взял. Взял. Ну вот, в один день. А за один день человек распространил 2000 комплектов. Ну, такие у них были и будут. Соревнования там разные. Ну, 2000 это даже еще немного. У них там, если марафон идет, у них мерится там 30 тысяч, 40 тысяч, 50 тысяч книг. Имеется в виду, вот так у них гонки идут. Соревнования такие. Вот так они соревнулись, соревновались в то время. Сейчас, конечно, нету такого шарфа, все возможно, не нужно думать, что мы это не можем делать. Все, все возможно, потому что для Санкиртен, для миссии Господочитания нет ничего невозможного. Ничего. Все можно делать. Я бы хотел немножко сегодня почитать. Однажды мы прочитали эту книжку минут за 20. в Новосибирске, по-моему, приятные попросили рассказать о Санкиртене что-то на воскресной программе на лекции. Я просто прочитал без остановки вот эту брошюрочку, она называется «Это моя просьба». Прокупан, здесь выдержали полностью только о Санкиртене, только распространении книг. Если кто-то никогда не распространял книги и не имеет к этому никакого вкуса, для него опасно слушать эту книжку, потому что у него поменяется сознание сразу. я бы хотел вот прочитать ее. То есть вы прям если внимательно будете слушать, выключите все свои как бы мониторы внешние, уберите все свои как бы ну идеи и планы какие-то вот на сегодня, на завтра, на всю жизнь, просто попробуйте выключиться и внимательно послушать просто. И через минут 20 вы почувствуете, что вы совсем другой человек. то есть сознание оно совсем другим. Почитаем? А потом мы оставим время на вопросы просто. А завтра у нас будет почти что весь день почти что весь день будет в храме. И послезавтра кто-то наверняка поедет в центр в 5 истин и на ферму там там экскурсия будет, там горки кататься будут в пледной вазе. Ну в общем отдыхать. Я даже сегодня успел съездить туда часик почистить горки, лед почистить, лопаткой помахать. Здорово так хорошо себя чувствуем. И если у кого-то будет желание тоже на свежем воздухе что-то поделать, можно будет подключиться восьмого числа с утра. Видим, как группа вся приедет на инфурсию. Можно где-то что-то 12-го поедет. Можно нам тоже так послужить. У нас еще один теремок сегодня родился пока я там махал. в учет. Мы не стали ему имя давать. Гуру Махараш у нас инициирует. Ну все, внимательно слушайте. Хотя я практически нахожусь на пороге смерти, все же я не могу забыть о печати моих книг. Независимо от того, буду я жить или умру, я хочу, чтобы ты со всей серьезностью позаботился о том, чтобы мои книги продолжали издаваться. Это письмо Маха и Гри. В основном Прабхупада будет письмо писать. Вот следующее письмо Джайфатакхи. Если ты поможешь своим духовным братьям в деле массового распространения этих книг, когда их привезут в Монреальский храм, это будет великим служением. Это очень хорошо, что мы пишем так много книг, но также мы должны позаботиться и о распространении их в широкие массы. Ты прилагаешь усилия, чтобы создать новый храм, но наше главное дело это санкиртана и распространение книг. Если Кришна даст нам лучшее место, будет хорошо, но если нет, мы можем оставаться в любом месте, не важно, рай это или ад. Наша единственная забота должна быть распространение движения санкиртаны. Мы берем книги и публикуем их на французском и немецком языках. Мой Гуру Махараш очень любит печатать книги. Издание книг он любил больше, чем строительство храмов. Я очень рад слышать, что продажа наших книг и других наших публикаций у тебя идет очень хорошо и продолжает улучшаться. Это естественно, что чем больше люди будут узнавать о движении сознания Кришны, тем лучше будет идти распространение наших книг. Распространение наших книг является нашей главной проповеднической программой. Итак, я вижу, что в настоящее время существует хороший потенциал для распространения движения, как это хотел мой Гуру Махараш. И я просто стараюсь изо всех сил исполнить его желание. Если мои ученики примут это настроение, не имея каких-либо других мотивов, Кришна непременно осуществит наше желание. Так что продолжай печатать и распространять книги и знай. Я очень рад, что ты сейчас распространяешь книги в библиотеках и университетах. Пожалуйста, старайся также представлять наши книги в колледжах и школах, а также в местных библиотеках. Я получил известие из других центров, что наши книги очень хорошо принимают и часто используют как учебники в колледжах и школах. Ты уже проповедуешь в университетах, добавь распространение книг к своей программе и сделай ее совершенной. Проповедуя, воспевая Марин Кришна Махамату, распространяя просад и книги. Я знаю, как хорошо принимают эту программу студенты, потому что они очень разумные. Ты тоже очень разумный юноша. И к тому же преданный Кришне, чем больше усилий ты будешь предлагать преданнослужаевому, тем больше разума он тебе даст. Я хочу, чтобы каждый из моих центров был в полной мере снабжен всеми моими книгами. Да, мы сражаемся с имперсонализмом и философией пустоты с помощью чистого преданного служения. Имперсонализм и философия пустоты убивают естественную склонность к преданному служению, которое дремлет в сердце каждого живого существа. поэтому мы печатаем такие книги как Кришна, чтобы люди могли узнать, что высшая абсолютная истина является личностью. Совершенством для любого живого существа является трансцендентное любовное служение верховной личности, которое позволяет вернуться домой обратно к Богу. Кришна сказал Боговодитель, кто бы ни рассказывал о моей трансцендентной славе другим, наиболее дорог мне в этом мире, и никогда не будет кого-либо дороже для меня, чем Он. Книга Кришна, это какая книга? Источник Вечного наслаждения. Ну, она сейчас так и называется Кришна, ее опять вернули обратно. Итак, продолжаю организовывать распространение моих книг через прессу и другие современные средства массовой информации, и Кришна непременно будет доволен тобой. Мы можем использовать все телевидение, радио, кино, или что бы то ни было, чтобы говорить о Кришне. А вне предного служения все эти современные атрибуты это просто мусор. Мой Гурмахарад говорил, не беспокойтесь о деньгах, делайте что-нибудь хорошее для Кришны, и деньги придут. Поэтому мы всегда должны думать о том, как распространить послание Кришны, и тогда Он непременно предоставит нам возможности для этого. Даже обычный человек, если он хочет популярности, он не жалеет никаких денег на рекламу. Подобно этому Кришна, Он не бедный, Он может обеспечить любой суммой денег преданных, занятых распространением Его славы. Ну так, если кто-то еще думает, что чего-то не хватает, надо вот просто распространять. Наша программа распространения книг наиболее важная из всех программ. Кришна, учение господочитания, нектар преданности, бхагавадгиту, как она есть, несомненно, станет сознающим Кришну. Поэтому, так или иначе, мы должны развивать программу распространения книг через школы, колледжи, библиотеки, программу пожизненных членов нашего общества или через обычные продажи. Да, мой приказ все еще в силе. Пожалуйста, организуй распространение журналов обратным к Богу и делай это как следует. Санкт-Киртона и распространение наших журналов и книг это наша главная программа. Все остальное является второстепенной. Поэтому в летнее время ты должен вкладывать как можно больше энергии в программу Санкт-Киртона и распространение книг. Если ты просто будешь развивать одно единственное дело распространение книг, то успех тебе будет обеспечен. У меня есть трансцендентный замысел о том, как получить деньги в продаваемой книге. Если мы посвятим себя выполнению этого замысла, используя разум, чтобы лучше продавать книги, мы с легкостью будем получать достаточное количество денег. Прокупал есть трансцендентный замысел. Много фанатичных духовных движений приходило и уходило, но без безупречной философии Кришны, они не могут долго поддерживаться. Поэтому я особенно хочу, чтобы мои книги были распространены повсюду. Это наша сущность, настоящая философия, а не какие-нибудь слабые сентименты. Итак, старайся давать каждому человеку эту философию Кришны, и тогда много настоящих преданных вернутся вместе с нами домой, обратно, Богу. Я хочу, чтобы все мои ученики с большим энтузиазмом пытались распространять эти книги. Не стесняйтесь использовать ваши американские и европейские мозги, чтобы расширить наше движение. Это особый дар Кришны. Используйте его. Любая деятельность, способная удовлетворить Кришну, считается благоприятной. Это наш руководящий принцип. Так принимайте этот принцип, делая все возможное для распространения литературы осознаний Кришны. И это действительно удовлетворит Кришну, знаете это наверняка. Просто продолжая строго придерживаться чистоты и выполнения ежедневных обязанностей, проповедовать и распространять литературу. Это все. Распространение книг и журналов наша самая важная деятельность. Без книг наша проповедь не будет иметь прочной основой. Эти книги лучше рекламы, они лучше чем любая реклама. Если мы просто будем представлять сознание Кришны как нечто серьезное и привлекательное, не прибегая к модным рекламным призывам или уловкам, этого будет достаточно. Наша уникальная ценность это наша чистота. Причина страдания человека, человечества в том, что они забыли, что Кришна является верховным наслаждающимся, верховным владельцем всего и верховным другом. Поэтому деятельность по возрождению этого сознания во всем человеческом обществе является высшей благотворительной деятельностью. «Каждый, кто дает дар это великое произведение Шимат-Бхагаватам в день полнолуния достигает высшего совершенства жизни, вернувшись домой обратно к Богу». Зачисляйте полнолуние тогда. Если кто-то хочет быстро вернуться домой. Чем больше такие книги читают и распространяют, тем больше благоприятного будет в мире. «Настоящая проповедь это продажа книг». Ты должен научиться делать это так, чтобы не раздражать людей, что даст твоя трехминутная лекция. Но если человек прочтет хотя бы одну страницу, его жизнь может измениться. Однако при этом не нужно раздражать людей. Если человек ходит из-за твоей агрессивности, значит ты глупец. И это твой провал. Ты не смог продать книгу, а он был вынужден уйти. Но если он купил книгу, это по-настоящему успешная проповедь. Эти книги, журналы и наше самое важное проповедническое оружие в борьбе с невежеством в мае. И чем больше мы будем выпускать такую литературу, чем шире мы будем распространять ее по всему миру, тем дальше мы сможем увести мир с пути к самоуничтожению. Поэтому твое служение является наиболее важной проповеднической работой. Пусть Кришна благословляет тебя снова и снова. Спасибо, что ты помогаешь мне таким образом. Если он купит хотя бы одну книгу, его жизнь может измениться. Это самая лучшая проповедь. Браманы всегда говорят правду даже своим врагам. В наших книг достаточно достоинств. Так что даже если вы просто искренне пишете их любому, их купят. Вот это искусство тебе нужно развивать, а не искусство обманывать. Убедить людей пожертвовать, проповедуя им абсолютную истину, а не обманом. Это более зрелый уровень развития сознания Кришны. Продвижение в сознании Кришны заключается в том, чтобы следовать неукоснительно наставлениям и желаниям духовного учителя. Поскольку мой Грумагараж приказывал, я также приказываю продолжайте проповедовать, распространяйте сознание Кришны по всему миру. Как только я вижу возросшие показатели по распространению книг, я сразу понимаю, что остальные наши программы тоже успешны. Так Прокупада определяет успех. Для того, чтобы изменить нынешнее материалистическое общество и не дать ему скатиться в ад, первое, что мы должны сделать, это заняться его образованием. Все порядочные люди хотят служить человечеству, но они не знают, в чем это служение на самом деле заключается. Больницы, пища для бедных, красный крест, это все только для тела, но не для самого служения человечеству значит дьяна, давать людям знания. Дьяна — высшее служение человечеству, поэтому то, что мы делаем, и есть истинная благотворительная работа для общества. Через наши книги мы даем даем знания знания о том, кто есть Бог, кто есть мы и каковы наши отношения с Богом. Таким образом, каждый, кто слышит наше послание, получает возможность выполнить истинное предназначение человеческой жизни и освободиться от оков мая. Письмо Рамешвай. Нет сравнения. во всей Вселенной нет литературного труда, подобного Шимат Пагаватам. Ему нет сравнения, ему нет равных. Каждое слово в нем на благо человечеству и обществу. Каждое слово абсолютно любое слово. Поэтому мы делаем такой акцент на распространении книг. Если каким-либо образом книга попадает кому-то в руки, этот человек получает благо и в конце концов он думает «О, я заплатил столько денег, дай-ка я хоть посмотрю, что там написано». Если он прочитает хотя бы одну шлопу, жизнь его станет успешной. Если он прочитает всего одну шлопу или даже одно слово, это так замечательно. Поэтому мы всегда так подчеркиваем «Пожалуйста, распространяйте книги». Распространяйте книги, распространяйте книги. Это большая мриданга. Когда мы поем и играем на мриданге, ее слышно в пределах одной комнаты или немного дальше. Но мриданга распространения книг пойдет от дома к дому, от страны к стране, от общества к обществу. Такая вот мриданга. То, что мы делаем, то, что ты делаешь, упор на распространение книг, совершенно правильно. Я понимаю, что сейчас в северных странах, центрах очень холодно. и тем не менее, ты сообщаешь мне, что предные по-прежнему уходят на Санкиртону. Пожалуйста, передай, что я даю все свои благословения тем юношам и девушкам, которые стараются распространять наши книги даже в таких сложных условиях. Вот, покупала благословение от нас. Бибу! Бибу! Я получил твое письмо вместе с новой публикацией на шведском языке моей английской книги «Сознание Кришны. Высшая система йоги». Конечно, я не могу читать на шведском, но, просматривая эту книгу, я испытал бесконечное блаженство. В конце концов, это мой первоочередной долг печатать книги «Сознание Кришны». Книга напечатана великолепно, а то, что вы распространяете ее по всей Швейцарии, является коротным успехом нашего движения. Мы покорим Европу нашими книгами. Я могу только снова и снова от всего сердца благодарить тебя за печать этих книг и молиться Кришне, чтобы он всячески благословил тебя на духовный рост. Насколько я понимаю, доход от продаж наших книг достаточен, чтобы поддерживать наше мнение. Только сейчас увидел. Кришна Босс. Это в Медеоне на севере такой же и два Божескла на планете. Вот один в Медеоне на севере, где предыдущие распространения, а один вот он стоит. Это Канада скорее всего. Не увидите, вы потом уже будете подойти. Кришна вот так стоит, как Босс. Босс. Обычно он так с флейтой стоит, да? Надеюсь, он вот так стоит. Каждый раз, когда я получаю отчет о продаже моих книг, я чувствую прилив сил. И даже сейчас, будучи уже в таком слабом состоянии, я, получив твой отчет, чувствую себя лучше. ты должен знать, ты что в этом деле благословение Кришны с тобой. Меня очень вдохновляет, что количество продаваемых книг все увеличивается и увеличивается. Это очень хорошая новость. Спасибо. Это как раз то, чего я хочу. Продажа записей дело недолговечное. А вот проданная книга становится источником неизменного удовольствия. Мы перечитываем Писания снова и снова, но они не теряют своей свежести. Когда у меня есть время, я читаю свои собственные книги. Весь прогресс, которого мы достигли, стал возможен только благодаря распространению книг. Поэтому продолжайте и не отклоняйтесь, не отклоняйте свой ум от этого ни на минуту. На 5-ое послание. Что касается сам Киртона и распространения книг, то распространение книг это тоже воспевание. Каждый, кто читает книги, также воспевает и слушает. Зачем делать различия между воспеванием и распространением книг? Я начитал эти книги на пленку, а потому они были транскрибированы. А потом они были транскрибированы. Это рассказан Киртон. Поэтому распространение книг Это тоже воспевание. Это не обычные книги. Это записанные на бумаге воспевания. Каждый, кто их читает, на самом деле, слушай. Распространением книг нельзя пренебрегать. Письмо Рубаму. Вот это было. Рубаму. Если есть какая-то моя заслуга в переводе книг, это всё благодаря Его Божественной Милости Бхакти-Сиданке Сарасваке. Конечно, если бы Его Божественная Милость был сейчас с нами, Он был бы очень счастлив. Но несмотря на то, что Он не присутствует с нами физически, я уверен, что Он очень доволен переводом этой книги. Он всегда очень радовался, когда видел, как в большом количестве публикуются книги для распространения движения сознания Кришны. Поэтому наше общество, международное общество сознания Кришны, было основано для того, чтобы выполнить указания Шичитане Махапрабху и Его Божественной Милости Шилы Бхакти-Сиданке Сарасваке Пахуру. Печатая как можно больше книг, это для меня истинное удовольствие. Печатая книги по нашей философии сознания Кришны, на стольких языках, мы на самом деле можем внедрить наше движение в массы людей по всему миру, особенно в западных странах. И мы в буквальном смысле можем обратить целые нации в нации сознания Кришны. Все в этом материальном мире рано или поздно обратится в прах, и поэтому надо спешить, использовать все на благо людям. Просвещенный человек должен быть всегда готов пожертвовать чем угодно во имя высшей цели. Современная безбожная цивилизация подвергает весь мир страшной опасности, и поэтому в движении сознания Кришны требуется много благородных образованных людей, готовых посвятить своей жизни тому, чтобы возродить сознание Бога во всем мире. Мы призываем всех образованных людей, и мужчин, и женщин, присоединиться к движению сознания Кришны и посвятить своей жизни великому делу возрождения сознания Бога в человеческом обществе. Мы печатаем так много книг, и для распространения этого знания их необходимо продавать. Их нужно распространять от дома к дому, от места к месту, от человека к человеку. Если человек купил книгу, то тогда, то когда-нибудь он ее прочтет. «Дай-ка я посмотрю, что это за книга». Я тогда купил ее. И если он прочитает одну строчку, его жизнь станет успешной, если он внимательно прочитает хотя бы одну строчку. Такие это книги. Поэтому я всегда передаю такое большое значение распространению книг. Так или иначе, большая книга или маленькая, если она попала к человеку, когда-нибудь он ее прочитает. У меня самого нет никакой квалификации, я просто старался удовлетворить своего гуру. Вот и все. Мой гуру Махараш просил меня, если у тебя будут деньги, печатай книги. Это было неофициальное собрание, беседа, на которой присутствовали и некоторые из моих главных духовных братьев. Это было на Радхакунье. Мурмагараш говорил мне, с тех пор, как мы приобрели мраморный храм, Бакбазар, появилось много разногласий. Все только и думают, кто займет эту комнату или ту комнату. Поэтому я бы лучше продал этот храм с его мрамором, а на эти деньги печатал книги. Да, я принял это из его уст. Я понял, что он очень любит книги. И он лично мне сказал, если у тебя будут деньги, печатай книги. Поэтому я все время спрашиваю, где книги, где книги, где книги. Помогите мне, это моя просьба. Печатайте как можно больше книг и на разных языках распространяйте их по всему миру. Тогда движение сознания Кришны будет автоматически расширяться. Вопреки войне, в общем, от Багаватам будет распространяться. Мы не беспокоимся о войне. Наша проповедческая деятельность будет продолжаться. Просто читай мои книги и повторяй то, что я написал. Тогда твоя проповедь будет совершенной. Я думаю, что благодаря нашим книгам мы никогда не окажемся в нищете. Это благословение его божественной милости Шри 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 Пат, Шри Мат, Бакти Сиданте, Сарасвати, Госвами Махараджи Пакупад. Он очень доволен тем, что ты распространяешь так много книг. Я очень доволен твоей деятельностью. Продолжай и увеличивай распространение книг. Всем будут нужны наши книги. У нас всегда будут покупатели. Вредные санкирпаны очень и очень дороги Кришны, так как они находятся на передовое распространение книг. Кришна сразу же признает их как своих истинных слуг. Совсем как в военное время. Сельского работника или обычного офисного служащего, идущего на фронт, чтобы сражаться за свою страну, за его искренние усилия, немедленно признают национальных героев. Точно так же Кришна сразу замечает проповедника сознания Кришны, который идет на любой риск, чтобы довести другим его послания. Книги — это основа нашего движения. Наши книги так высоко ценят лишь потому, что мы следуем по пути, указанному возвышенными преданами. Мы не пишем ничего вымышленного. Результаты показывают, что распространению наших книг нет предела. Наши книги можно распространять бесконечно. Вот так. Главное — распространять все больше и больше книг. Проповедь означает распространение книг. Распространение книг — это наиболее важная задача в нашем обществе. Поэтому я придаю этому такое большое значение. И так много над этим работаю. Это моя жизнь и душа. По наставлению моего гуру Махараджа. И по его милости нам в этом деле удалось добиться какого-то успеха. Я отнесся к этому серьезно. И до сих пор я отношусь к этому серьезно. Это моя жизнь и душа. Я никогда не старался возводить в Индии большие храмы. И даже в вашей стране мы этого не делали. Я никогда не пытался. Но я сам лично продавал книги. Такова история. Я хочу, чтобы у каждого уважаемого человека дома был полный комплект, чем от Бхагаватаны и читания Чиритамриты. Будьте уверены, что нет более прямого пути для проповеди, чем распространить книг о сознании Кришны. Любой человек, взявший книгу, получает благо. Если он прочитает эту книгу, тогда он получит еще больше благо. А если он даст ее почитать кому-то еще, тогда и он сам, и тот человек, оба получат благо. Даже если человек не читает книгу, а просто держит ее в руках и смотрит на нее, он получает благо. Если кто-то просто дает небольшое пожертвование на деятельность в сознании Кришны, он получает благо. И каждый, кто распространяет эти трансцендентные книги, тоже получает благо. Поэтому сам Кирхана является главным благословением этого века. Я требую, чтобы ты распространял книги. Это служение. Если ты сможешь тем или иным способом рекламировать эти книги, ты получишь материальную выгоду. И в то же время это будет служением. Последнее письмо. Нет, это даже письмо, это комментарий. Слово «Кресу» означает «занимаясь физическим трудом» или «работая». Имеет важное значение в этом стихе. Необходимо заниматься практическим служением Господу, в движении сознания Кришны, центром всей нашей деятельности является распространение книг, рассказывающих о Кришне. Это очень важно. Предный должен обращаться к каждому человеку, побуждая его читать книги о Кришне, чтобы в будущем этот человек тоже стал предным. Именно это рекомендует нам делать данный стих. Крия-су-я-ст-вач-чара-на-ра-вин-да-я-ва. Делая так, предные всегда будут помнить о лотосных стопах Господа. Тот, кто сосредотачивает все свои усилия на распространении книг, делает это так. Кришне полностью погружается в сознание Кришны. Это и есть Самадхи. Кто хочет в Самадхи погрузиться, пожалуйста. Есть метод. Без всяких восьми ступеней йоги. Надо просто встать утром, почитать книги, выполнить свои обязанности и идти погружаться в Самадхи. Все просто. Все просто. Харе Кришна. Ну, давайте, предный. Можем пообщаться немножко, пообсуждать вопросы, может быть, какие-то есть. Или все Самадхи уже послушали. Скажите, пожалуйста, в процентном соотношении распространения книг удача и неудача, скажем так, какое было у Вас опыт? А я вообще-то неудачу не могу вспомнить. Ну, имеется в виду количество книг или что? Да, вот так вот идешь, по-кожему говоришь, возьмите книгу, да, он говорит, нет, не надо, идет дальше. А, это имеется в виду. Ну, не то, что это можно назвать неудачей, если у Вас не берут книгу. Нет, всегда удача. То есть нужно понимать, одно то, что мы несем послание, мы всегда удачливы. Не берут, да, ну, не знаю, так не считал, не могу понять, даже не вспомнить не могу. Может быть, даже 50 на 50. Такое даже может, но... Надо к Кришне просто больше предаваться, и тогда даже если люди не берут книгу, они получают общение с премиумом. Ну, как говорили, что Вы даже посмотрите на премиума уже. Да, и тем более, если Вы оставите хорошее впечатление, есть вероятность, что он опять появится где-то на горизонте, этот парень или человек, через день, через два, через недельку может, он опять появится. Кришна подведет его. Главное, ставьте хорошее впечатление. Бывает, конечно, исключение, когда люди, ну, оскорбляют, критикуют там общество полностью, и надо как-то уходить. Лучше уходить просто. Но... Ну, вот у меня этот случай был, когда человек просто говорит, да, ну, Вы вообще сумасшедшие, вот там, вообще дураки. Ну, в общем, так оскорблял. Я не стал с ним ничего спорить, думаю, ну, ладно. Он агрессивно так, где-то, не знаю, минут пять, наверное, он так сказывался. Я попытался, вроде как-то, я ему объяснил, но вижу, там закрыто все. Я говорю, ладно, все, хори, Кришна. Я пошел дальше распространять. И прошла, наверное, неделя, и в том же месте, лучше удивительно, в том же месте он опять встречается. Он говорит, не подходи ко мне даже. Я специально, говорит, вот сходил так тайком, в ваш храм и посмотрел, чем Вы там занимаетесь. Представляете, как человек взял просто, просто от такой беседы, даже вот агрессивной, у него появилось желание сходить в храм. Проверить, кто такие просто. Ну, это ему казалось, что он идет проверять, кто такие. На самом деле, вот так судьба его, раз, и туда, вот, говорит, лапается. И он понаблюдал, он говорит, Вы точно сумасшедшие. Я-то думал, что я вроде как бы наслышанного, что Вы сумасшедшие, а сейчас я так увидел. Вы сумасшедшие, там, орете, танцуете, что-то там, непонятно, что у Вас там на лбу, что-то нам мазано. Ну, Вы дураки. Ну, вот так прямо, это я так мягко сейчас говорю, он прям так вообще, в общем, щедро раздавал свои, свои водословения. Я опять в этот момент попытался что-то ему донести, но понял, что лучше не доносить, что он не принимает. И я пошел дальше по стране. И потом еще, наверное, может быть, неделя прошла, или сколько там, ну, опять на том же месте встречается. И он уже такой, начитанный весь такой. Уже узнавал все такое, он уже бальяжный такой. Знающий, то есть у него две победы было уже надо мной. У него такой прям, третий раунд. Не, он как будто как вызов бросает. Ну, что ты мне хочешь еще сказать? Я все равно не буду брать твои книги. Не думаю, что я там какой-то там осел. Ходишь где-то с лампом, раздаешь книги. Он так нападает начал на меня. Я понял, что надо по-другому с ним поговорить просто и все. И я ему сказал, да я тебе даже давать не буду. Ты вообще даже заслуживаешь эти книги. И мне вообще с тобой противно разговаривать. Иди, обожрись мясо своего. Ну, там про мясо он говорил, там про четыре принципа. Я говорю, Иди, обожрись мясо, от песен, водки, там, с женщинами, там, ну, я так на его языке прям. И говорю, вообще пошел он отсюда, чтобы я тебя не видел просто, не мешай мне наслаждаться. И вот так оттолкнул его просто и пошел дальше. Ну, а так, кто увидит из предок, это скажет, это антипроповедь. Полная она вообще. И он, я говорил, что вы дураки. Да ты вот так проповедуешь? А что, он научит, как проповедовать? Нет, ты вот так везешь послание, Бога? Я говорю, пошел он отсюда. Я просто ушел. Иду, я сам думаю, вот ты дурак, ты что наделал? Я говорю, дай бог это узнать, ты что делал? А ну, какая-то другая моя сторона говорит, да, забудь про это, иди распространяй. Будешь ты сейчас еще, возиться с этими людьми. Пусть Кришна, я начал говорить, пусть Кришна сам с ним, в общем, разбирается. Я не хочу с ним больше разбираться. Все, что смог, я сделал. И ушел. И прошел, не знаю, может быть. Может, месяц прошел. Ну, потому что я помню, что уже снега не было. И в совсем другом месте это было. Я иду, и человек идет по телефону, разговаривал. Я говорю, даю книгу. Он так берет, и раз. Ну, он идет, разговаривает, берет. И дальше идет. И я за ним иду. Он так смотрит у меня, типа, что идешь? Ну, так, думаю, что идешь? Вроде, книгу взял, что надо теперь еще? Я говорю, нет проблем. Ну, говорю, по телефону поговорите потом. Я подожду, я не говорю. Он идет, разговаривает, я иду рядом. Он потом останавливается. Ну, а по телефону говорит там, ну, в общем, ты приходи или не приходи, там что-то в метро, где-то будет, не метро, а где-то в подземном переходе, там будем встречаться, там что-то, он по-своему что-то разговаривает, человек этот. А потом говорит, слушай, тут тип какой-то ко мне привязался, сучил мне книгу и идет за мной. А он ему что-то там говорит, как называется? Такой, учение Господа Чайтани. Учение Господа Чайтани. 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 Как? Зовут вас. Я говорю, Владимир. Вот, Владимир зовут. А-а. Взять, да? Две взятые. А-а. Ну ладно, хорошо. Пожертвование сделал. Ну ладно. А сколько? Ну хорошо, ну ладно, ладно. Ну все, встретимся. Давай, ты книги. Брат. Не, она не нужна, но брат сказал, надо ответить. Пожертвование какое-то типа. Вот это. Я достал, улетел, пожертвование. Я говорю, а что за брат? И это вот этот брат. Это вот этот брат. Этот брат потом преданным станет. Вот этот брат, он станет преданным. Он станет преданным, он прям активно будет помогать, служение им просто, он будет очень такой, ну, серьезный такой, бактный. И он потом мне скажет, даже сердце откроет, он скажет, если бы вот в тот день, последний раз, меня вот так не отругали бы, я бы ни за что бы, говорю, не пришел. И вот только потому, что вы вот так наорали на меня, я подумал, вы какой-то серьезный человек. И ваша какая-то организация очень серьезная, и учение очень серьезное. Он говорит, только вот из-за этой встречи. Поэтому не всегда вот, иногда не берут, не всегда это неудача. То есть у Кришна план дальше, он ведет дальше. И таких примеров, не масса, но немало. Когда вроде бы не берет человек в него, а она, эта ситуация оборачивается, она как раз вот даже лучше. Как вот, когда у тебя вливают ушат, понимаешь, что как бы это, ну, зеркало про его внутреннее, да? Как быстро можно с этим справиться, чтобы продолжить вдохновение, как бы предлагать ему? Сразу вам дайте предлагать. Сразу же. Вот только налили на вас, только вот так вот от теркости, сразу же идите трудовой. Все. Не анализируйте ничего, там падше я не падше, там это вот мое, это не мое. Не подвергайте анализу ничего. Это у вас просто, уделает просто вас. Сразу же идите все, не отвлекайтесь. Вот это единственное спасение. Ну, это мой опыт просто, я не знаю, может быть, какие-то другие методы есть. Но это вот мой опыт. Быстро выключиться, никакой праздности. Не дать, в общем, усолить даже какие-то эти. Сразу же идите, распространяйте, буквально один, два, три человека, вы забываете про эту ситуацию. Потому что там другой выливает. Что еще? Еще еще выливает. Поставал вы понимаете, вы как помой на ветровке. Распространяйте все, и распространяйте. А у меня одна самкирт, она была такая. Он говорит, там, например, приехал. И мы два месяца с ним в Омске жили. Он на два месяца приехал в Омске. Каждый день дал адекции. Публичный и караметр. А днем мы, в общем, влечили людей, там, в общем, консультация, в общем, там целая ягья лива была такая, необычная просто. И я иногда умудрялся сбегать просто с этой квартиры, трехкомнатной, потому что там, ну, реально, трансцендентный мир. Там входишь, как в другой мир. Там все чем-то заняты. Кто-то кого-то лечит, кто-то консультирует, кто-то сидит, Багавадгиту читает, кто-то просад готовит, кто-то Божеством поклоняется. Это все в трехкомнатной квартире. И там постоянно, с утра довечивало, человек 15, 20, каждый день. А я просто, ну, скажем так, устроился туда помощником, консультантом. Думаю, послужу немножко там, что-то. Рано. И я потом подумал, надо иногда на Санкиртону сбегать, все равно тебя никто не увидит. Столько народу. Да, я приходил с рюкзаком, с книгами так ставил, в обувь там запрятал, что-то никто не видел. И потом смотрю, когда начинается этот экстаз весь такой, когда никто никого не замечает. Я так бачком, 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 бачок, и где-то на час, на полтора, на два, я терялся для всех. И вот один раз я, в общем, сбежал, что-то часа два распространял, распространял, ни одной книги не распространил. Ни одной, это первый раз у меня такое было. Обычно 15 минут, ну, 20, может кто-то не берет, ну, и потом начинается. Два часа, ни один человек не взял, я в шоке был. Я потом пришел, в общем, опять этот зак поставил, полный с книгами. И вечером на программу едем, в лифте с Салдарейханом, спускаемся. Он такой, ну, как твоя Санкиртана? А я ему ничего не говорил. Я думаю, а как он узнал? Я говорю, плохо. Он, ничего плохо. Я говорю, первая моя Санкиртана, я за два часа ни одной книги не распространил. Он говорит, это твоя самая лучшая Санкиртана. Это лучшая Санкиртана в твоей жизни. Не думай, что вот прям всегда вы должны брать книги. Нет, Кришна тебя просто раскатал в положенном беду, чтобы ты не гордился, что ты такой Санкиртанщик. То есть, нашел слабое место, и вот тебе, в общем, болит. И он так вдохновил меня, это лучшая Санкиртана. Поэтому мне всегда удача, что ты берешь книги. Почему часто в обменах смотрят на Санкиртанщик обычные люди, которые работают на улице? Просто привычка. Они думают, что это люди низшего какого-то уровня распространяют, нищие какие-то, порабощенные, кто-то поработил, они зомбированные, там, что такое вот они. А обычно люди говорят, вас зазомбировали. Да. А что говорить надо в ответ? Вас зазомбировали. Да. Вас тоже зазомбировали. Вы под игрегер какой-то попали, и вы попали тоже под игрегер. Весь мир в игрегерах. Вы только выбираете какой. Ну, я говорю, я вот этот выбрал, мне он понравился. Ну, я не отрицаю, что я в игрегере. Ну, что меня зазомбировали, я тоже не отрицаю. Нормально. То есть такое ощущение, что вы говорите, что это самая высшая деятельность посвященными людьми. А когда вы тоже не можете чувствовать, что люди реагируют совсем по-другому. Вы думаете, что-то такое. Ну, правильно, так и есть. Так и есть, потому что вы занимаетесь трансцендентной деятельностью, а люди живут в Тамагуни, даже не в Раджесе, в Тамасе полном и вежестве. Там Раджеса немножко, благости вообще нет. Поэтому это как отражение дерева Баньян стоит на берегу. Там отражение. Туда уходят, как будто, кажется, корни, а нет ветки, уходят в отражение. И людям, чем глубже, тем тупее люди. Люди думают наоборот. Чем они тупее, тем они возвышеннее надныние. Они так, просто вот так, и это по умолчанию так просто. Они так думают. Они не могут, что нету разума, они не могут оценить, что это деятельность очень возвышенного. Ну, представляете, зал, какой-нибудь ночной клуб. Вы заходите, там темно, там свет такой горит, очень, такой, знаете, интимный. Музыка такая интересная, там такая все, там что-то дымится, какое-то, в общем, благовоние, может быть, и не благовоние, курят, может быть, не знаю, и все там в комнате, там есть такие, знаете, отсеки такие, люди там обнимаются, целуются, там все такая музыка, все так, пьют, спокойно так все. И вы заходите туда, и включаете яркий свет. Возьмите книгу, она вам счастье принесет. Как думаете, что будет? Какая реакция? Убегайте лучше. Убегайте, серьезно убегайте. Если нету силы, нету шахты, лучше даже не заходить, не включайте свет. Аккуратненько как-то. Я не разошел в такое заведение, но это был, как вызывает, что они там, какие трубки курят, что-то, кальян был, какой-то кальянный клуб. Я почему туда зашел, мой друг, он сдает в аренду здание, ну, помещение вот это вернее, и там, кто у него арендовал, и они там, в общем, устроили кальянный клуб. Я к другу просто заехал, вопроса дай ему дать. А что-то, то ли его не было, или что-то, я как-то раз прошел, и там директор этого клуба такой мне говорит, типа, ну, что, он, кальянчик какой-нибудь. Я говорю, а нет, я говорю, здесь вот так, проходом. Да ладно, нормально, сядь, расслабься. Я говорю, да нет, я говорю, друг у меня, он это помещение стоит, он, я подумал, я там увидел, там, не знаю, человек 40, молодежь, там, от 12 лет, до 16, не больше. Представляете, полный клуб этот, и там, дым коромыслом. Я говорю, ты знаешь моего друга, ну, это директор, он говорит, ну, да, знаю. Я говорю, слушай, у меня просьба к тебе, разреши мне сделать одну вещь здесь, в этом клубе, прямо сейчас. Он говорит, а что это за вещь? Ну, он осторожился, ну, мало ли, незнакомый человек пришел. Я говорю, разреши, я всех угощу сладостями. Он говорит, ну, это хорошая идея, здесь как раз еды никакой нет, они постоянно бегут, просят у меня что-нибудь. Я их постоянно отправляю в какой-то телефон, и кто-то привозит им что-то. Ну, вот это единственное, что он мне разрешил. Я всех, ну, накормил просадом. Раздавал всем просто, все люди, они такие, глаза, куренные все такие, ну, берут, и я. Ну, это стоило труда, что многие как-то так, ну, «Да не, не, нам не надо». И я раз этого директора с собой, пошли со мной, авторитетнее будет. Они его видят возле меня, и он говорит, «Не, берите нормально, а то у меня достали меня с этой едой, вот, берите». Не, они все берут, все брали. Ну, то есть, это так можно делать, да так лучше не рисковать, потому что можно вляпаться. Бывает, какой-нибудь сумасшедший фильм, но если есть у вас сила духовная, тогда не бойтесь, хоть куда заходите. Хоть куда. В одно кафе, я помню, зашел на нуление, там, не знаю, много столов, или там что-то, праздник какой-то, полное кафе народу там. И меня просто бабушка, в общем, в авантюру одну закуржила меня, в общем-то, меня что-то не брали, не брали книги, я потом раз к одной бабушке говорю, «Бабушка, она дай пятачок». Я говорю, «Я дам пятачок». «Ну, скажи мне, туда вот пойти распространить мимо, я вот туда скажешь, туда пойду». И благословит меня. А она сидит, просто стаканчики, денежки собирает, ну, пожертвованные. Она говорит, «Ну, а вон туда едет». Я раз пошел туда. И там быстро только дошел, мужик там, на джипе вышел такой, взял книгу, сел и уехал. Я говорю, интересно. Перехожу, бабушке пятачки, ложим, бабушку взяли сразу, а она такая, вдохновилась. Я говорю, «Может, еще что-то сказали?» «Да». «Вон туда едет». Там то же самое, быстро. И раскрыли, еще и пятачок. А она вот в стазе такая. Я говорю, «Еще куда-нибудь». И вот так она меня посылала куда-то. И вот в один раз она послала меня вот эту кафешку летнюю. Она говорит, «Вон туда зайдешь, там кафешка летняя, вот там народу много, молодежь, чтобы туда идти». А я же видел эту кафешку, но не ходил в нее почему-то. А тут думаю, «Ну ладно, бабушка разблагословила, надо идти». Это все нормально. И я в ашнамской одежде такой зашел прям в середину кафе, что ли, а ну лень. Я не знаю, там сколько столов, может быть, 20, что ли, там, может быть. И за каждым столом там по 4-5 человек сидят, люди пьют, гуляют вообще. Ну, днем, еще не вечером, день был. Еще не успели видать на пицце. Я только захожу такой, смотрю, они такие все напрягаются. Что за тип такой идет? И за тихие. Ну, сначала гул-гул-гул, так гул-гул-гул-гул-гул-гул-гул. Ну, я только слышу, ну, смотри, ну, смотри, ну, такие все. А ну, в ходе, да? В ходе, да? В ходе, в ходе. Ну, я пел, она пел. Поднимаю книгу такую. Мучение, Господи, докопиваю. Кто возьмет книгу, тот будет самоудачливым. И все молчат. Все молчат. Никто не хочет быть. А как бы опозорили, что книга должна. Все пьют, сидят, и я тут книгу. Я говорю, вы что, все неудачники, что ли? Ну, так. Внутри как-то так, негромно так сказал. И раз один муж говорит, ну-ка, иди сюда. Я раз к нему иду, лежи. Говорю, самоудачливый. И мне давай! И мне давай! И я начал по всему кабачку. Все, все делали, пожертвовали, брали. И в итоге это все. Я там закончил. Суртирки, книги кончились. Пришел к бабушке, говорю, бабушка, банчака, а подруги. Приходи завтра еще. Сзади говорю. Ну, то есть, нужны благословения только, если мы в такие заведения входим. Либо должна быть уверенность сильная. какая сумма должна быть относительно книжки пожертвований? Какая должна быть за книжку, чтобы понимать, что стоит ее распространить? Сумма пожертвований сколько должна быть? Ну, как минимум, себестоимость книги. Ну, если говорится о сумме. Опять же, если вы привязаны к этому, это как минимум себестоимость. Проф. Падок говорит, в два раза дороже продавайте. Проф. Падок говорит, мои книги в два раза дороже продавайте. А можете просить, сколько хотите. Обычно я так говорил. У меня даже мантра одно время такая была. когда я говорил. Я говорю, что-то можете пожертвовать. Рубль можете пожертвовать. Два рубля. Десять. Сто. Миллион можете пожертвовать, если вы хотите. Ну, и когда я говорил, рубль два. Люди искали рубль. Когда я говорил, два, три, десять, или миллион, они раз такие. И, ну, доставали, чтобы нет. Иногда надо прилагать какие-то усилия, ну, чтобы людям объяснить, куда эти деньги идут, зачем они идут. Иногда надо, ну, то есть будьте, знаете, как бы, человеком разносторонним. Не обуславливайтесь. Например, идет пара. Их три человека идут. Девушка идет на середине, и два парня покоря. И вот они идут. А я в это время распространяю книгу, уже беру пожертвования, и они уже, я думаю, надо быстрее, быстрее, чтобы им раз. И они прошли мимо, и я быстро там, в общем, как-то рассчитался с этим человеком, и иду за ними. Догоняю их. Догоняю их так, и две книги беру так, в ЭКИ, медическое кулинарное искусство. И вот так, через плечо этой девушки, ну, через два плеча ее, ну, как бы, для троих, вот, раз, два, три. Я между ними так, раз, вперед, я перед ними. Я говорю, возьмите, пожалуйста, это вам подарки. Они раз-таки сразу, раз взяли, я за ними иду. О, классный подарок. О, ничего себе, столько еды, я говорю, можете так, просто мне что-то пожертвовать, сколько хотите. Я говорю, монах просто, да, помолив за вас просто. Ну, они такие уже взяли, раз, такие уже, понятно, что они взяли, уже не отдают. просто. И такие, раз. Я говорю, да сколько хотите, не переживайте, это не принципиально, не говорю сумму никакую. И один человек такой, раз, достает портмоне, и этот портмоне достает, а девушка просто идет, книжку там смотрит. А я сзади так жду за ними, и там смотрит, что там. И один такой, раз, достает 50 рублей. Вот этот, с этой стороны. Так 50 даже дает, а сам на того сможешь, сколько тот. Ну, чтобы сравнить. А тот, сначала не увидел своего друга, сколько он дает, он такой, 500-ку такой достает, по-моему, да, 500-ку, достает такой, и такой, и раз увидел 50 рублей, такой, шшшш. И я такой, не, я говорю, вы правильно выбор сделали. прям с тобой, я не знаю, что ли вы так делали. Он такой, шшшш. Ничего себе, монах. Я говорю, ну, знаете, я так, современный монах, просите, я говорю, нормально. Ну, ладно, ладно, только помолюсь, помолюсь. Нет, это запрянуло, все, это выхватили. Ну, то есть, все может быть. Один раз, девушка, 1000 рублей, не было. я сказал, я говорю, вы точно думаете, что так? Вы точно даете 1000 рублей? Она такая, ну, нет, не даю. Я говорю, ну, что сказал вообще? Тебе 1000 рублей давали, ты сейчас где-то 10 дней распространил по 2 рубля. 10 дней, за 10 дней мне дали не больше 2 рублей. За каждую книжку. И тут тебе 1000 дают, и ты еще что-то говоришь? Ну, что ты сказала? Она такая, раз, и брала. Потом опять достоют. Возьмете? Да. Спасибо. То есть, Кришна устраивает, и вы. Вот этого нужно знать. Баленький Барабов, скажите, пожалуйста, а как наш СИГБД распространяет? Он вряд ли имеет время на Санкт-Петра. Вообще, как вам личные люди, которые вас пробуют, распространяют? Ну, он с лекции распространяет. Да. Он с лекции распространяет. Ну, я так понимаю, это моя твердая убежденность. Все книги, которые я распространяю, это он распространяет. Ну, это вот мое твердое убеждение такое. Я не считаю, что это я распространяю. Это он распространяет. Потому что, если бы не он, вряд ли бы я бы что-то делал. А так он с лекции распространяет. Люди берут, много берут, прямо в очередях стоят, подписывают, да, 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 это вот так распространяют. Все так на улицы публичные люди не выходят. Я сам не выхожу в последнее время, потому что если вдруг что-то произойдет, в средствах массовой информации такое могут написать, что сорвутся многие программы потом. Люди в городах, где-то силовики, структуры там разные, кто вот эти, организаторы. Они как увидят, они позакроют все и ничего не дадут. Ну, это так может пострадать, даже миссия. И поэтому как бы нет такого сильного... Ну, все равно я где-то умудряюсь, нет, нет, все равно, раз, раз, так, вроде где-то. Ну, аккуратно очень. Если чувствую, что где-то что-то, я сразу раз, и все. А так распространяем, ну что? Ну, на телевидении прям распространяем. Ну, да, йогу устраивают там эти, ведущие на телевидении, какой-то канал там. Она обычно меня как йога представляет, мастера йоги. И женщина-то правильная. А это прямой эфир, утренняя программа какая-то, доброе утро, там что-то страна в каком-то, я не помню, кто-то в Киргизеле где-то был. Я с бакаладитой пришел такой. И они говорят, что за книга у вас? Ну, там, как спецслужба какие-то, как служба безопасности, там уже за всем следят. Ну, я говорю, это учебник мой. В смысле учебник? Я говорю, ну, я преподаватель института. Меня что-то пригласили на эфир. Это мой учебник по йоге. Ага, хорошо, проходи. И все, я там прям цитировал, прям, в прямом эфире. Они прям увеличивали на весь экран, это в прямом эфире. И причем они говорят, скажите, где будет лекция, мы придем туда, мы ездили. Прям рекламу там сделали в прямом эфире. Вечером пришли, полный зал людей набился. Снесли все бакаладиты. Еще до программы, еще программа не началась, уже бакаладит не было. И люди были недовольны, потому что мало-бакаладит были. И вот там женщина говорит, да, вы можете какую-нибудь асану показать? А я позавтракал только у меня. Я говорю, знаете, я могу показать, ну, я могу показать ее на вас. Она в смысле? Я говорю, я могу показать, а вы их сделаете. Она говорит, о, классно, интересно, ну, давайте, я готова. Я говорю, можете ноги раздвинуть на ширине? Она такая, в юбке в мини этой. Я говорю, а я что-то реально не понял. Маленько, ну, как-то могу, а вообще-то, понимаете, я мнение не знаю, давайте другую асану. Чего говорю? Когда, знаете, с материалистами долго не общаешься уже, не можешь, можно ли фазу вставлять чум-чуму. Смех грел. В итоге она там, какого-то, Горунасову делала. Я говорю, вот так, вот так, вот так встать. И она там на каблуках такая. О, стою, стою. И все там, ну, тоже начали это делать. Это все снимается. В прямом эфире. Ну, вот они так вдохновились. И там, вот, можно распространять. А так лучше не рисковать. Самое необычное пожертвование, которое что? Не слышно. А, которое мне сделали? Вот, тут столько всего делали. Сигареты давали, еду давали, там, там, покупали мне что-то, какие-то одежду даже покупали раз просто. Она там прочитала. Нектарное наставление прочитала. Дарить подарки и принимать. Дарить. Она берет костюм строгий. А она торгует костюмами. И она берет костюм строгий и говорит, дарим. А вы должны принять, вот здесь подписано, принимать. Причем костюм, ну, костюм, брюки там, что-то. Одна женщина, она такая, багажник открыл, и там что-то роется, роется. Я такой подошел. Я говорю, возьмите книжку, пожалуйста. Она такая, книжку, и такая, раз, положит рядом. И не смотрит даже. Я говорю, знаете, надо какое-то пожертвование сделать. Она такая, берет, вот такая, высыпала. Подставила рыбочку, высыпала. А это, эти, пакеты, кофе. Пакеты, пакеты, пачка пакетов, попробуй, высыпала. Ну, что, надо брать, что делать. Таксист один раз, возил меня бесплатно просто. Говорит, ну, не могу тебе денег. Говорит, ну, нет, я еще не на это. Хочешь, как я тебе повожу просто? Куда тебя свозить? А я только место хорошее нашел. Думаю, давай, давай, давай. Я говорю, давай, туда поехали. Вот туда. И выехал, значит, пожертвование. Книгу дал ему, и вот. Пожертвование, он тебя возит просто. Неважно, какой ты адрес сказал. Поехали, он доволен. Я говорю, я тебе денег не дам, ты берешь на 5 лет. Нормально. Разные, просто разные истории такие. Просто что там, что что дает там. Пиво один раз, говорю, все, вот пиво. Говорит, дам пиво пей. Говорит, нет, ничего, вот пиво могу дать тебе. Или сигарету, ты мне дам, вот сигарету давай. Все, вот не дам тебе, а вот так вот и дам. Нет, ну, дам. Ну, принимать надо. Для них это не было. Кулаками не кидались? Кулаками, ну, два раза было у меня такое. Ну, один раз я просто ушел, потому что я знал, что сейчас что-то начнется, я могу не выдержать просто. И наверняка будет плохо. Кончится всем. Я просто ушел. А один этот маленький какой-то накинулся на меня просто. Он распространял листовки в подземном переходе. Ну, перед входом в подземный переход. А я книги распространял, ходил. И у меня берут книги, а у него как-то так. У него он так обозлился. Он маленький такой, вообще вот такой. Он такой подходит, такой смелый, вообще бесстрашный. Он говорит, уходи отсюда, это моя территория. Я говорю, знаешь, я вообще другие вещи распространяю. Вообще с тобой никак. Он говорит, все равно уходи. Я не хочу смотреть на тебя. Ты мне мешаешь. Я попытался ему объяснить что-то. Я тебе не мешаю просто. Распространяй свои листовки. Я вот свое распространяю. Он говорит, ты что, не понял, что ли? Ну, уходи, я тебе сейчас морду дам. Он говорит, уходи решить. Устроился такой. Ну, я подумал, ну. Маленький такой, вообще. Нет, потому что у меня прием такой, если кто-то злится, я его обнимаю просто. Крепко обнимаю и прямо из сердца ему туда, прямо в сердце вливаю просто, милости какой-то. И люди обмокают сразу, обычно. Я думаю, сейчас я тебя тоже так обниму просто. У меня пачка книг такая. И я пошел его обнимать. Я думаю, он такой раз, только двумя руками со всей силы, вот сюда в грудь прям так. Как, да, у меня книги, я там еле-еле книги не поймал, чуть не упал. И у меня такой гнев был, я думаю, я его убью сейчас. Вот реально такой просто не сдержался. И тут же я понял, он говорит, что ты еще остановись, успокойся, меня-то пришнавило, ты чего? Я говорю, ладно. Я говорю, ухожу, 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 убедил, говорю, убедил. А внутри там вулкан просто. И вот надо сдержаться. Я говорю, скажи, куда идти, я пойду. Вот, скажи мне, куда, я туда пойду. Он говорит, мы идем туда, чтобы я не виллу больше тянет. Хорошо, спасибо. Прости меня, что побеспокоил тебя. Я пошел туда, и там тоже распространился. И потом обратно иду, пустой, без книги. Мимо него. Я говорю, шоу. Без слов. Везде. Кришна говорит, везде. Везде, везде, всегда, везде. В любом месте. Серьезно. Кришна приводит людей. Опять же, ваша пхава должна подсказать вам. Вот именно ваше настроение. Где вы хотите? Есть учебные заведения, есть маркеты разные, есть жилые какие-то комплексы, есть просто уличные какие-то перекрестки, остановки есть просто, есть рынки, есть квартиры. И вот где вы пхавы чувствуете? Где вы чувствуете, что вы можете там просто предаваться? Ну, туда идите. Если не можете нигде не разобраться, в любое место идите. Кришна приведет, по-моему. Имейте в виду, где вот ходят один, два, три человека, вот так потихоньку, стойте просто и... Кришна приведет обязательно, по-моему. То есть в Сободе всегда книги? В Сободе жите книги и все распространяйте, в любом месте. Это может быть поезд, автобус, там, не знаю, самолет даже, где угодно просто. Ну, мы сейчас летали бы не пахты, они просто только и ждали, когда мы с самолетом будем перелетать. И только взлетаем, все, ну, как ремни отстегиваются туда. Они думают, что когда-то, когда-то, что-то, 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 что-то. Походят распространяются, а черты, они же не могут понять, что они думают, может быть, это свои, там, между собой, там, что-то там. Меняются. Никаких претензий, ничего. Они распространяют по всему Солому, и никто ничего не против. И берут, и берут, и берут просто. И в аэропорту берут, и на вокзалах берут, и где-то, и вот, везде берут. Ну, такое должна быть, вот, шахте внутри. Сила такая должна быть, уверена, что Кришна защитит. А вот друзьям или знакомым, ну, как бы, денег как-то с них, ну, непонятно брать, как, можно им бесплатно? Есть ли смысл в этом бесплатно дарить? Ну, смысл всегда есть распространить книгу. Но что-то возьмите у них, как подарок какой-то. Я иногда у друзьям тоже дарю книжки, но что-то беру у них. Смотрю по квартире, хожу к чему-то, краску вижу, что-то такое, раз, ну, более-менее, с отлично. Ну, просто по обменку. Да, да. Я говорю, слушай, у тебя такая раковина красивая. Я говорю, мне как раз вот надо. Ну, тебе зачем? Да, я говорю, мне надо там, для ритуала там. А, ну, убери. И я это внутри, как будто, знал, что это за книжку просто. И беру, и потом это раковин, божество пару раз омою, и потом как-то подарю. Но это билось этому человеку ее. То есть обязательно на каждый раз что-то, а я просто им дарю. А? Мне надо просто дарю, обязательно что-то брать в обмен надо, да? Если вы близким, это не обязательно. Не обязательно, но будет лучше, если вы что-то возьмете. Это будет лучше. Для них это супритие очень сильное. Но если вы вдруг можете так подавить. Прямо если он будет читать, то главное, чтобы он меня читал. А вот если вот она лежит, я вижу, что она лежит. Я сказал, читаешь, ну, почитаю. То есть вот она лежит. Ну, ладно, пусть лежит. Сами сядьте, почитайте вот за него. А попытайтесь вовлечь его в беседу какую-нибудь. Зайтересуйте. Я тоже иногда так делаю. Человек не хочет читать. Вот она лежит у нее, да. Через год, например, она лежит. Я как будто сижу, как будто просто невзначально беру книжку и читаю. Я говорю, интересно, смотри, здесь как написано. Как думаешь, это так? Ну-ка еще раз, что-то не понял. Я говорю, ну-ка, ну-ка. Что-то замудренно так. Ну, что-то похоже на правду какой-нибудь. Я говорю, я вот тоже думаю, что здесь, скорее всего, ну-ка, ну-ка, что-то так. И потом, через какое-то время прихожу, у него закладка уже лежит там. То есть он ее где-то нет, нет, прорискал. Вовлечь просто нужно, и все. Нужно матюристы. Ну, должны быть такими, хитрыми. Всякие-всякие варианты нужно искать. А можно попросить еды? Ну, вот, например, я слышу, что холод, когда ты проголодался, попросить, что купите мне. Ну, да, у нас что-то купили такое прям. Наши. Ну, и тоже так. Да. Это вам больше спады? Да, 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 можно так. Стакан воды можно попросить, если вы в квартиру заходите, люди не дают денег, дайте вы хотя бы воды стакан. Ну, меня одной женщине тоже дал. Говорит, у меня нету, мне надо домой. Что взять? Я говорю, пошлите домой. И она зашла домой. И так выходит, говорит, а нету ничего у меня. Ну, нету ничего у меня. Я так смотрю на дом. Я говорю, у вас что, там корова что ли? Он, да. Мне говорят, я тебе стакан молока. Ну, легко. Пошла, молока мне принесла, стакан, я его выпил. Спасибо. Ну, так распространил птикурку, за стакан молока. Люди, можно сказать, которые, так сказать, не в тени, какая книжка, желательно, ну, даже требуют подойти? Да тут все люди не в тени. Смотрите, то есть вы смотрите на человека сами, примерно. Примерно, вот какой их уровень. И самое простое, совершенный вопрос, совершенный ответ. Это самая такая вот примитивная наука самосознания. Они простые, вот эти книжки такие. Вот где просто, где прохлада, просто-просто рассказывают. Подушевствуют в себя. Вот все брошюрки, которые вот такие простые, вот можно давать им. Не в теме просто. Почти, что все не в теме. Ну, Багавадгиту можно давать. Если видите, у человека разум более-менее такой. Состоятельный, скажем, разум. Даже материальный разум. Багавадгиту надо давать. Объясните, что это вкратце, что люди возьмут. Да, почитают немножко. Стоит только открыть, и все. И пропал человек. Можете еще послушать? А Кришна всегда приобретет на нас? Вот, ты просто иногда выходишь и чувствуешь, какая-то вот игра, вот, на динаме, да, это игра, это инцидентность, это постоянно. А иногда просто, как обычно, но как пастушки, они же тоже не всегда Кришну видят. Но они всегда в блаженстве. То есть, он как, он не постоянно жить Кришну. И так же на санктите. Он всегда есть, он всегда есть, но он не проявляется иногда. Он со стороны наблюдает просто. Так же за пастушками, там что-то судачат между собой, а он там за деревом стоит и смотрит на них. Они его не видят просто. А он там. Я не просто свободно разговариваю, вот, это Шамасундара, такой плохой вообще, негодяй, бежал, это тот, м-м-м. Я вам Кришна, он в стадии стоит и слушает, думаю, боже мой, вот он я, оказывается, какой-то. А они даже не чувствуют, что он рядом. Просто вот обыденность какая-то, разговаривают. Просто разговаривают и все. Мама, и что, она взяла мне, намазывала? Эту куркуму, а что делать? Не знаю, что делать. Они говорят, да ладно, что делать, ничего делать, это все, не верь, это все, помолваю. Ничего ты не помолваю, пошли руки вымоем и все. Зачем тебе эта помолвка нужна? Мы такие свободные сейчас. Сейчас помолвешься, и все потом, никуда ходить не будешь. Это Лалитова с Радхой, и с Вишатхой так беседует. Кришну не видит, и думает. Зачем тебе это надо? Пошли руки. Не верю в это все. А Кришна стоит, наблюдает, ну так, 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 неинтересно. Но будет казаться, Абжен Санкир-то нет. Будет казаться, что Кришны нет. Ну это нет, это просто Он делает так, чтобы мы проявили вот это желание его увидеть. Он напоминает нас, смотрите, меня нет возле вас, ищите меня, ищите меня. То есть мы должны искать, и когда мы Джабру читаем, мы так же зовем его, Кришна, Кришна, пожалуйста, приди, Кришна, 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 я не верю, что ты меня зовешь. Нет, я тебя зову, честно, да, не верю я тебе. Ну, пожалуйста, ну приди. Ну, ладно, пришел. Ну, приди. Да я пришел уже. Ну, Кришна, приди, ну, пожалуйста. Да я здесь уже стою, а мы все зовем его. Мы его не видим, мы не знаем, как он проявил, как он, какой он, как он стоит. Ну, мы зовем Кришна, какой он должен быть, скажите. Там он в эту эпоху только в одну форму не приходит. Выбор небольшой у нас. Он приходит в виде святого имени. Он это и есть уже. Это святое имя, это и есть он. Он говорит, а я уже здесь, а мы его зовем. Ну, так же на Санкирта мы распространяем, вроде бы нет, да, здесь он уже. Тут как тут. он ждет только, пока мы предадимся. А мы не предаемся. Он говорит, ладно, тогда сейчас создам условия, что ты предался. И все, и начинают что-то раскручивать. И он там, Кришна, помоги. Он говорит, вот-вот-вот-вот, я ждал. И что-нибудь опять выкружит там, поможет. На одном факту напали полицейские. Он распространялся, а он такой шебутной, не контролирует текстасы вообще. Не, я издалека смотрю, там какая-то потасовка какая-то, я раз туда. И этот при этом мы вдвоем с ним были. А он там с ними, там, там, мы международное общество, вы кто такие вообще, я сейчас пожалуюсь, там в суд пойду. И он на них как, а они такие, ты что, сейчас мы тебя здесь дубинами изобьем просто, потом будем разбираться. он, я не боюсь, ваше дубин, оно такое вообще. Я быстро-быстро раз говорю, подождите, подождите, что здесь происходит? Ты еще здесь на меня? Ну, эти полицейские. Я говорю, не, не, я вообще ничего, что случилось? если ты сейчас не угомонишь своего друга этого, мы забьем и его, и тебя. Я к ним подошел, говорю, собирай, иди, езжай в храм. Они, не, нет, храма он меня отпустит, мы сейчас его заберем в отделение. Я говорю, зачем он нужен? Ну, нам надо составить там, что-то. Я говорю, так я пойду с вами. Вам какая разница, он или я. Вы же для отчетных, да? Возьмите меня лучше. Потому что, если сейчас вы его возьмете, кто его знает, что там будет? Ну, я внутри думал, что и возьмут, и забьют же его. Он не контролирует просто себя вот такой, шоботной такой. Они такие, ладно, если ты хочешь, я говорю, да, пошли. Я ему говорю, иди в храм. Ну, он так обиделся немножко на меня, ну, ушел в сторону. Я понял, что он в храм не поедет, поедет дальше, распространяй. Ну, это для них, надо было так сказать, чтобы идти, как будто в храм, все заканчиваем. Я пошел с ними в отделение, там проповедовал, распространял книги, там. Так мирно пообщались, они вопросы задавали, непосредственно по культуре юридической, по Боге, там поговорили. Ну, причем там один мусульманский был, человечек, и мы с ним о Коране много там поговорили, там, о своих принципах. И нормально, разошлись с хорошими друзьями, там они что-то написали, составили какой-то этот, это, да ладно, если вам это надо, пишите. Наверное, Кришна вот так устраивает. Сколько у нас времени? С шестого, С шестого, да. На лекцию, С шестого, С шестого периода, да? Ну, спросите, а вы когда, поставили, выходили, да, вы видели, такие периоды, каждый день, как-то специально готовились, как-то технику применяли, вообще ли спонтанно всегда, что вам не двигало, когда вы выходили, что вам не двигало? Мною двигало желание удовлетворить просто Пракхупату. Это единственное, что меня двигало? Ничего не готовился специальных, у меня никаких техник, ничего не было. Вот было только желание удовлетворить. Потому что, каждый раз я это читал, книгу очень много, ну, читал, и я там везде видел Пракхупату, есть что-то распространено в книге, концент на них ставил, может, мы сейчас читали. И вот это единственное, что меня двигало. Больше ничего. Первые воды, а потом сострадание начало появляться в Паться, вот это меня начало двигать, то есть сочетание с желанием удовлетворить Пракхупату, еще сострадание начало появляться. Сильное, просто прям желание идти спасать. Так просыпался, вычитывал джапу всю, читал книги, поплевал мандалары, завтракал их, вот. И долгое время, и не так было. Вот эта жизнь была настоящая. Приходите поздно, и вы просто пьяный. Вот реально пьяный человек от этого блаженства. Ничего не охота ни говорить, никому ничего, ничего. Просто упали, и все, ну как, пришли, все разделись, об стенку в алтарь нам оперлись, просто сидите и ничего не соображаете. Вам не важно, какое время года, сейчас какая эпоха на дворе, кришнаит вы или не кришнаит, храм это или не храм, голодный вы или сытый, вам вообще без разницы. То есть вы трансцендентный. И предные вас не трогают. Они знают, что вы в блаженстве просто, вы сейчас в экстазе, пока вот надо не трогать его. Но потом начинают спрашивать, что у нас антир-то, ничего. А вы там языком еле-еле воручите, наверное. Что вы весь в Амрике. Вас облизывать можно даже, вот реально. Не так, где-то заряжались предные, тоже потом выходили. Ну, обычно спрашивали, расскажем ли вы. Особенно, когда деньги считают, где такие горы. Это тоже санкир-то, блин. Просчитать деньги. Там мелочи раньше были, я не помню. У меня в карман, где здоровый, от веса приходил. И вот он сидел там час, это как минимум надо будет разгребать это все. Но это тоже санкир, пока разгребаешь, лекции слушаешь. И до меня там один пайшнав, уже старенький такой. Он говорит, что ты сам не меняешь там, не приносишь, уже готовый. И что эти ему там килограмма два или три только. А вот ему надо идти поменять в аптеку, это все. Это услужение такое. Что ты сам поменять не можешь? Я говорю, не могу. Еще я сменять буду. Да вообще. Никакой техники такой нет. Вот просто вот вдохновение было, желание удовлетворить, упадать со строками. Паша. Есть такая мысль, поверье. Особенно в небольших городах, как в наших. Мы распространяем литературу уже более 10 лет, уже 15 лет нас вечно. И от санкельтанщиков практически никто не заходит. Это сильно располаживает людей. Вот встает вопрос, каково... Многие оставляют. Расколаживаются оставляют. Остаются только энтузиасты. И встает вопрос, можно ли прогрессировать без санкельта? Вот такая подспудная мысль возникает. А что буду распространять? Все равно никто не приходит. Я и так буду прогрессировать. Вот соотношение санкельтанщика... Ну что это за мысль такая? Все равно никто не приходит. Новые люди не приходят. Ну вот понятно, я понял, что это новые люди. Ну что это? Это же майская мысль. Все равно никто не приходит. Это что, как это, Кришна приводит? Кришна же приводит людей. Наша задача идти просто в людей. И наше желание должно быть огромное, быть наставниками, вести этих людей. И так как этого желания нет, никто не приходит. Вот в этом проблема. Никто не хочет заботиться. И Сан-Киркана здесь ни при чем, что никто не приходит. И люди тут не виноваты, что они не приходят. Виноваты мы, что мы не готовы принимать этих людей. Если мы готовы принимать, придут. Придут, если мы готовы принимать, заботятся, если у нас есть программа специальная забота об этих людях, обязательно придут. Это Кришна приводит их. Но так как мы не готовы, Он говорит, а куда тебе идти? Никуда ты не пойдешь, тебя там все равно не примут. Только аппаратки совершишь. Иди, пока гуляй. Он так и не приводит людей. Надо так думать. Я пойду, потому что я хочу кого-то встретить, кого-то привезти. Кришна исполняет все желания, не надо это забывать. Помнить нужно об этом всегда. Он исполняет все желания. Я хочу, чтобы кто-то пришел. Я хочу кому-то заботу взять. Имейте в виду, сразу придет. И придет, как правило, какой-нибудь вонючий. Грязный. Вот такой человек, как правило, придет. Кришна проверяет нас на вшивость. Ну что, готов? Он говорит, нет, я такого нет. Я не такого хочу вести. Мне как минимум нужен директор фирмы какой-нибудь. Или там доктор академических наук какой-нибудь. Нет, 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 нет. Но это мы в мае просто, и все находимся. Ну то есть надо вот этот настрой держать, и будут ходить люди. Почему много книг распространяется в городах, приезжая с отвертанщики с выездной, и они распространяют много книг, уезжают, и никто не приходит. А потому что у них нету идеи о ком-то заботиться, они приехали, распространили, и уехали. Все, и поэтому Кришна их исполнил желание. Что, распространить, ходите, пожалуйста. Нет желания брать кого-то под свое крыло? Нет. Ну тогда никого не приведут. Вот и все. Ну вот мы сейчас по Северу ездили, а у нас нет такого желания. У нас, наоборот, желание поймать, ну как бы людей, и позаботиться о них. Защитить их, дать им общение. Мы там целую программу организовывали. То есть два-три дня Санкт-Киртани, в конце лекция, ну программа, пир, лекция, пир, сообщение вот это все. И столько народу приходит. Мы все подарки дарим, и там, и лекция хорошая, и пир такой, и киртан. Люди танцуют киртан, представляете, они говорят, да какой город был? Сургут. Сургут. Да Сургут, Сургут, там уже нормально все. Да Сургут. Какой-то город был? Нягин. Нягин, да? Там два предных, по-моему, только было. Остальных человек, не знаю, 20 что ли. Люди с улицы, вот Санкт-Киртанчики, просто вот распространяли, приглашались их на программу. И люди пришли. Пришли люди, и что они делали? И послушали лекцию, там почитатого божества, которого я сейчас стою. Вот они ездили с нами. И божества стоят, и сможет на божество. Мы говорим, ну вот сейчас будем заниматься самой лучшей духовной жизнью, духовной деятельностью. Попевать, танцевать, петь, кушать, смеяться, дружить, любить, в общем, все такое. И все, и начали только Киртан петь, люди встали, начали танцевать, и полетели все. Натанцевались, потом пир, наелись, оставили контакты свои эти люди, анкеты раздали, оставили контакты, там предные есть, которые могут их теперь принимать. Ну то это у предных было желание встречать этих людей. И Кришна приводит их. А если бы этого не было, то никто бы не пришел, а куда идти? Ну вот желание тоже будет. То есть, целая программа должна организовываться. Вот это Санкиртана. То есть, все вот так вот нужно организовать, чтобы люди имели продолжение. И хорошее, привлекательное продолжение. Не так, чтобы люди пришли, им там гречки насыпали, там, стакан воды дали. Что там еще? Кусок хлеба. И сказали, это Багавад Прасад. Берите и не возмущайтесь. Все надо съесть. Нет, ну на привлекательный, хороший, красивый пир делать. Вот это людей просто пленяет просто. Приготовить вкусно, предложить Кришну. И подарки еще какие-то сделают. И общение дать. То есть, заложить как бы будущее у них, в их сознании, что есть будущее у этого. Не просто в раз и разошлись. Нет, будущее есть еще. Люди не хотят брать, где нету будущего. Ничего не хотят брать. Но должно быть будущее хорошее. Харьи Кришну, дорогие преданные. Санкир Танаяк Яки. Чарь. И Лабр Бабаа Таки. Чарь. Голос и Брабаа. Велико. Спасибо вам большое. Тысяча и набрита есть? Голос и Браба. Голос и Браба. И Прабаа Кришну. И Лабр Бабаа Таки. Чарь. Скажите андрес вопрошке. Ангелос и Браба. А на аюне.